Друзья, всем привет! Мои постоянные подписчики знают, что я сейчас уезжаю в отпуск в Японию. Естественно, я там буду снимать для вас репортаж, но мой репортаж уже начинается сегодня со сбора моего чемодана. Что меня радует, это то, что в Японию не нужно брать никаких нарядов. В Японии все люди одеваются очень просто, и я тоже буду выглядеть просто, не выделяясь из толпы. Я взяла несколько пар брюк, спортивное платье и разные футболки. Беру зонтик, потому что в Японии может неожиданно начаться дождь. Про аптечку. В аптечку я положила жаропонижающее для взрослых, для детей, пластыри, активированный уголь, и еще взяла таблетки от аллергии. Я взяла косметичку. Это самое тяжелое, что есть в этом чемодане, но без косметички я не могу. Будет долгий перелет, я беру с собой книгу Мэтью Перри. Наверняка вы знаете, кто это. А еще в Японии живут наши друзья. В прошлом году они прилетали к нам в Словению. Давайте посмотрим, что же мы им везем. Мы купили им кофеварку итальянского известного бренда Биолетти, премиум качества. Мы еще купили и вот такую. Она имеет очень красивую роспись. И, конечно же, раз мы везем кофеварки, то мы не можем оставить их без итальянского кофе. Они будут варить итальянский кофе в итальянской кофеварке. Помимо этого мы везем им европейские сладости, потому что в Японии продаются совершенно другого вкуса и качества сладости. Они отличаются от привычных нам сладостей. Давайте посмотрим. Вот такие вот итальянские конфеты. Очень вкусные, похожие на Рафаэлло. Еще коробку вот таких вот ассортик конфет. Вот такой набор меда. Четыре разных вкуса. В Японии, к сожалению, нет настоящего меда. А японцы очень любят мед. И вот мы решили им подарить вот такой набор. Чай вот в такой красивой баночке с росписью. Еще везем им рижские шпроты, потому что знаем, что японцы любят рыбу, но они, скорее всего, никогда не пробовали шпрот. И хотим, чтобы они попробовали. Надеюсь, что им понравится. Ну, это практически как японский покемон. Брелки в виде матрешки. Шоколадку Милка, потому что Милка в Японии не продается. Друзья, ну что, мы уже находимся в аэропорту Любляны. И из Любляны мы полетим сначала в Турцию, а из Турции мы полетим в Токио. Аэропорт Любляны очень маленький. И здесь практически нет очередей. Очень удобно. Очень быстро сдали свой багаж. Здесь выставлен Volkswagen новый. И очень он интересует людей. Все, мы идем по вот такому прозрачному переходу. И сейчас окажемся в самолете. Очень красивое, конечно, Словения. У нас в начале полета, не успели мы только взлететь, сразу же выпала кислородная маска. Представляете, что это означало для меня, для аэрофоба, который вообще боится летать. Люди, перед которыми она выбылилась, просто вообще были в шоке. В итоге их просто пересадили, а маска так и висит. Покажу вам, как кормят на борту Turkish Airlines. Покажи, Сергей, что там дали. Мясо. Мясо, курицу. Да. Курицу с подливкой, да? Супер. И пьете вы пепси, да? Да. Но самое приятное, это не курица, а бутылочка белого вина. Меня очень удивило, что здесь приборы не одноразовые, а настоящая вилка с ножом. Вода вот в таких вот пластиковых упаковках. В самолёте выдали вот такие косметички. И как вы думаете, что там внутри? А внутри зубная паста. Вот такие вот тапочки. Очень удобные. Вот такие вот носки. Маска для глаз. Чтобы свет вам не мешал. Затычки для ушей. Зубная щётка. Ещё здесь есть экран. Можно в прямом эфире наблюдать ваш полёт. Всю информацию выдаёт на экран. А также здесь можно смотреть фильмы. Но на самом деле все эти экраны очень-очень старые. Здесь также много мультиков, много всяких разных игр. Но, конечно, всё равно это здорово, что есть такой экран. Дети особенно могут развлечься в течение полёта. Кормят в течение 11-часового полёта два раза. Первый раз давали рис, чевапчичи. Второй раз кормят уже за два часа до прилёта. Дают завтрак. Омлет с беконом. Горячая булка. Джем. Десерт. Пока не пробовала что-то холодное. И напиток такой, какой выберешь. Я выбрала кофе. А эти, друзья, как всегда, выбирают пепси. Людей было полный-полный самолёт. Оказывается, Япония очень популярная страна. Ну что, идём в первый свой японский туалет. Привет. Надеюсь, там никого нет. Пока ничего особенного. Ага. Ой, ой. Ого. Туалет для матери с ребёнком. Здесь можно посадить ребёнка, пока делаешь свои дела. Вот так выглядит туалет в токийском аэропорту. Ногами не залезать. Вообще не разобраться. Ну что, сейчас протестируем. Идём, тренируемся. Как поздороваться по-японски. Конитива. Ханеда аэропорт Гарден. В этот токийский маленький аэропорт мы прилетели. Вау, мы встретили даже трусы-покемоны. Саша, тебе нравятся трусы? Нет. Нет? Не заценил ты. Ничего не понимаешь в японской моде. Что это? Конитива. Конитива. На самом деле, многие как-то говорили, что Япония похожа на страну будущего. Но на самом деле, аэропорт как аэропорт. Местами даже немножко из прошлого. Такие интересные машины. Какая интересная. Вообще, как-то у них такие интересные таксисты. Обратите внимание, что в Японии праворульные автомобили и левосторонние движения. Такой красивый язык. Хотела бы знать японский. Мы проехали половину пути из Токио до нашего города Майебаши. И нам где-то ехать еще примерно час. И мы по пути остановились поесть. Очень интересно. Какая-то забегаловка. Номер пять. Талончик на еду дают. Здесь практически везде выставляют вот такую вот искусственную еду на витрине, чтобы вы прям точно могли посмотреть, что конкретно вам предлагают поесть. И эта еда выглядит как настоящее просто произведение искусства. Вообще, короче, страна Япония совершенно отличается от всех других. Выдали нам талончики. И теперь мы ждем, когда нас позовут. О, даже есть мороженая, лапша. Вау. Все не такое, как Глеброва. Сейчас мы ждем, когда нас позовут. Они объявляют. И каждый подходит со своим талончиком и забирает свою еду. Вот такую штучку мы заказали. Подсказывают мне, что это рамен. Здесь и мясо, и лапша. Даже при дорожном кафе есть книга отзывов. Здесь люди, видите, делятся своими впечатлениями. Сердечки стоят. Углашаю вас посмотреть наш номер в отеле. Это чемодан, и он как раз вот только-только входит в дверь. Здесь вроде бы как бы все есть, и все даже очень оригинальное, но в то же время такое ощущение, как будто бы это 70-е года. Посмотрите, здесь в туалетный столик встроена вот такая вот кофеварка. То есть вот здесь вот включаешь и нагреваешь себе кофе, варишь. В Японии розетки совершенно другой конструкции, не такой, как мы привыкли. Такие интересные кресла. Я бы сказала, что они вот как будто бы из 70-х. И посмотрите, они, главное, приготовили по два халата на выбор. Есть махровый, есть такой вафельный. Здесь встроено радио. Вообще интересно работает, и как оно работает. Вот и фэм. На случай землетрясения есть резервный фонарик. Вот, посмотрите. Если вдруг наступит землетрясение, то всегда можно взять вот этот фонарик. Телефон тоже а-ля 90-е. А еще хотела показать вам маму комнату. Здесь, посмотрите, такое большое зеркало красивое, куча всяких полотенец, фен. Все, короче, необходимое есть. Что меня еще удивило, здесь, смотрите, маленькая сауна. Посмотрите, какая она крошечная. Вот я метр пятьдесят восемь, и я вот так вот захожу сюда. Вот так вот заходишь, и вот так вот садишься, и вот как бы вот сидишь здесь, греешься. Кстати, я слышала про Японию, что японцы нигде не ставят душевых. У них даже в самом-самом маленьком пространстве будет всегда обустроена ванная. Потому что они считают, что нужно обязательно каждый день лежать или сидеть в ванной. Она придает тебе сил, здоровье и способствует твоему долголетию. Представляете? Ну, тоже все такое а-ля 70-х. Но очень уютно и интересно. Сейчас мы пришли на завтрак. Вот так вот выглядит ресторан нашего отеля. И посмотрите, какой здесь прекрасный открывается вид. У нас есть выбор выбрать японский завтрак или европейский. Я выбрала японский. Это очень необычно. На завтрак уже какой-то супчик. Мы вообще к такому не привыкли. Ой, что-то похожее на яйцо в каком-то маринаде. Креветки. Еще что-то непонятное. И кусочек копченой рыбы на завтрак. Возможно, это водоросли, но я не уверена. Сейчас будем пробовать. А, вот эти знаменитые, кстати, бобы. Они такие, тянучие такие. Я хотела их попробовать. Рис на завтрак. Сергей поступил мудро. Он заказал европейский завтрак. Вот так вот, по мнению японцев, выглядит европейский завтрак. Ну, почти они угадали. Здесь есть сосиски, бекон, вареное яйцо. Есть хлопья шоколадные и простые. Есть молоко, йогурт, фрукты. Но вот суп, по-моему, здесь лишний. Я посмотрела, что в городе Мэйбаши большой детский парк с хорошими детскими площадками. И мы решили приехать и здесь погулять. Вижу уже большую, огромную горку со всякими лазилками. Батуты, прыгалки. Вот это всё нам знакомо. Вот такие вот штучки. Здесь, кстати, написано, что ею можно пользоваться от трёх до шести лет, видимо. Вот такие вот прыгалки. Ой, я таких прыгалок не видела у нас. У нас есть такие прыгалки в Словении? Нет. Раз, раз, раз. Опа. Нужно переходить по зебре. В этом парке также детей обучают правилам дорожного движения. Здесь установлены светофоры. О, зелёный загорелся. Всё, значит, можно идти. Если бы я в детстве попала на такую площадку, мне бы очень понравилось. Даже сейчас, во взрослом возрасте, интересно попасть на такую площадку. Видите, пальма говорит нам о том, что здесь очень тёплый климат. Вы видели, что здесь якорь настоящий? Здесь, смотрите, есть такой столб. И в жару распыляют из него влажный, прохладный пар, чтобы детям не было так жарко. Вот такая вот лазалка. Можно прям вот здесь по вот этим верёвкам забираться, потом по лестнице на самый-самый верх по такому лабиринту и потом скатываться по горке. По ним мне не больно? Нет. Посмотрите, здесь не просто обычная железка, да, как мы привыкли. Здесь такие круглые металлические палки. И по ним вот дети скатываются. В Японии всегда очень много инструктажей. И вот на детской площадке подробно описали ситуации, в какие лучше вам не попадать. Видите, две ситуации. Как вести себя правильно и как вести себя неправильно. Видимо, мальчик с чупа-чупсом не должен быть на детской площадке, потому что другие дети будут ему завидовать. Портить детскую площадку тоже нельзя. Здесь есть вот такие вот машинки. На инструкции мы прочитали, что можно детям до второго класса и младше. То есть на них могут кататься только маленькие дети. А здесь участок детской площадки для совсем маленьких. Здесь всё такое совсем крошечное. Сюда приходят молодые мамочки с маленькими детьми. И вот здесь вот они играют. В Японии, кстати, стареющее население. И рождаемость очень сильно падает. Японки должны платить за роды. И здесь, кстати, не ставят эпидуральную анестезию. Хочешь, не хочешь, терпи рожай. Роды стоят очень дорого. Какую-то часть за роды компенсирует государство. Но не всю сумму. Посмотрите, какая крутая площадка. Из неё просто фонтанируют такие маленькие-маленькие, тоненькие струйки воды. И она охлаждает детей от перегрева. Супер, конечно, парк. Если будете в Мэйбаши, обязательно посетите этот парк. Называется он Job Job Kids Park. Давай вот эту, вот эту закрывай. Да. Давай, давай, закрывай. Он тебе, он тобой командует уже. Вот эту, говорит, закрой. Отлично. Отлично. Это какая-то очень старая, заслуженная сакура. Она такая большая. У неё такие раскидистые ветви. И на ней даже есть табличка. К сожалению, написано по-японски, но сразу видно, что это дерево здесь уважают. Посмотрите, ещё какое-то очень красивое дерево цветёт. Какие красивые розовые цветы. Случайно зашли в школу. Ну, давайте заглянем. Вот у них спортзал. Как учатся японские дети. Вот так вот у них выглядит, видимо, школа. Частота идеальная. Значит, пить можно. Ну-ка, включи. Вот, видишь, как удобно. Вот это, мне кажется, яблони. Может быть, очень похоже. И ещё цветут сакуры. Видите, здесь тоже показывают, что нужно останавливаться перед железнодорожным переездом. Имитация железнодорожных путей. Люди в Японии тоже любят ездить на велосипедах. Интересно посмотреть, они вообще пристёгнуты или нет. У них тут стоят вот такие системы какие-то, тут блокировки. Вот эта бы блокировка вообще бы не помогла в Словении. В Словении бы могли запросто снять колесо, мне кажется. Слушайте, ничего себе, такие интересные блокировки. Можно подойти и представить, что ты сейчас поедешь на этом поезде. Представляете, как здорово? Название станции, видимо, которая здесь когда-то была. Кодомо Коэн. Вот такой вот старый поезд. Смотрите, в этом парке есть общественный туалет. Вот так он выглядит. Очень аккуратное, симпатичное здание. Есть отдельный вход для пожилых людей и для инвалидов. Вот это вот женский туалет. Ну, хотя бы здесь уже попроще. Всё хотя бы понятно. И обычный рычаг для слива. Но заметьте, что всё бесплатно, всё в открытом доступе. Решила подняться по этой лестнице на вот эту площадку. И здесь оказалось место отдыха. И посмотрите, какие интересные каменные кресла. Вот здесь вот люди могут отдыхать, любоваться парком и слушать, как играют дети. С этой точки прекрасный вид на весь парк в целом. Я этому парку ставлю оценку 5 с плюсом. Мне он очень понравился. Мы сейчас идём на типичной японской улочке. И обратите внимание, как много здесь проводов. Провода здесь не принято закапывать под землю, как в Европе. Они идут по старинке, по верху. Видимо, во-первых, закапывать провода – это дорого. А во-вторых, всё-таки в этой стране частенько случаются всякие землетрясения. И поэтому здесь вот считают логичнее, чтобы провода шли по воздуху. Кстати, велосипедистов здесь очень много. И в Японии очень ценится земля. И хотя земли здесь мало, но каждый японец старается что-нибудь посадить около своего дома. О, японский поезд. Ой, какой он старый. Интересно, что у него кабина выкрашена в розовый цвет. Обратили внимание? Это как-то необычно. Кто-то, смотрите, приезжает на велосипедах к станции. Потом велосипеды паркуют здесь. А сам на поезде едет на работу. Возможно, даже в Токио. В Токио из Мэйбаши примерно два часа. Я всегда думала, что в Словении добрые люди. Но в Японии вообще невероятная атмосфера. Здесь люди невероятно добрые, улыбчивые, отзывчивые. Все хотят пообщаться с ребенком. Ну или, по крайней мере, нам пока такие люди встречаются. И еще здесь они. Какая-ничего. И еще они здесь всегда кланяются. Очень много кланяются. Широкие ставни. Просто невероятные. Такие тройные бетонные ставни. А на окне решетка. Прямо около дома выставляют сушки для белья. И вот здесь вот сушат белье. Да, конечно, я вот смотрю на Японию. Страна контрастов. Современность сочетается с прошлым. Очень много современного и очень много старого. Но за этим своим старьем, так сказать, они очень следят и ухаживают. Вот посмотрите, практически совсем нет земли. Но сколько растений хозяйка умудрилась посадить у себя под окном. Это, видимо, гараж. Да? Только почему-то у него нет ворот. То есть это гараж, но без ворот. Никаких ворот мы здесь не видим. Ну, такие вот у них движущиеся головы. Решили вот так вот здесь выставить в своем гараже, чтобы прохожим было не скучно. Переход, напоминающий российский переход. Переходим мы дорогу по пешеходному мосту. И посмотрите, как низко здесь висят провода. Ну, конечно же, видите, сверху они закрыты защитой, но спокойно можно задеть головой или дотронуться рукой. Повсюду провода. Мы пришли к обычной почте. Я хочу сейчас зайти, купить открытки и отправить в разные страны своим друзьям. Заходим. Всякие открытки с праздниками. Но мне хочется именно с видом, с японским. Глициния, которая у нас растет тоже. Таких красивых открыток я еще ни разу не видела. Вау! Гортензия. Просто произведение искусства. Ничего себе, здесь нужно брать талончики, а потом сидеть в очереди. Образец груди. Вот здесь вот можно подойти, потрогать. Женщины должны проводить постоянно самотестирование. Вот здесь вот написано, в какой стадии. Ну, вот здесь вот это вот очень, с этой стороны большое уплотнение. Интересно. Что у меня спросили, я, короче, не поняла. А, ага. А, ага. А, авион. А, ага. Здесь зачем-то поставили штампельку, на которой написано подарочные открытки. Обратите внимание, что у них до сих пор все сотрудники ходят в масках. Кладешь обязательно вот в такую вот коробочку, и сдачу тебе тоже в коробочке дают. Сейчас он еще раз пересчитает. Что-то как-то недорого получилось. Он мне насчитал 920 йен. Ну, это не считая, сколько я еще заплатила за открытки. По-моему, за открытки я заплатила что-то около 6 евро. Ага. Аль, готова? А здесь вот обычно вот сюда кидают открытки. Но он сказал, что он сам их отправит, и они будут идти 10 дней. Давайте посмотрим, что еще здесь можно купить. Ну, всякие, как обычно, сувениры. Точно так же, как и у нас на почте. Это самый настоящий японский ресторан. Какой только можно представить. Здесь все очень необычно для нас. Рыба. Какие-то недоваренные желудки. Как будто бы шашлык из какого-то свиного жира. Шашлык из рыбы. Всякие разные салаты. Сырые свежие креветки. Еще здесь есть горох. Но горох как будто немного вареный. Внутри такие склизкие бобы. А еще здесь сырные палочки, которые мы еще не пробовали. А, и нам наконец-то принесли картошку. Видимо, уже поняли, что что-то нам не заходит все это. И детям принесли обычную картошку. Креветки. В кляре. Ну вот, кстати, мне понравился лосось. Понравился свежий тунец. Посмотрите, как в Японии рекламируют парковки. То есть ночью вот так едешь. Раз. И вот такие яркие вспышки. Это значит, что здесь есть парковка и есть свободные места. Друзья, еще хотела вам сказать про этот мост. Обратите внимание, что со стороны воды, помимо перил, здесь еще есть решетки. Это, видимо, сделано для того, чтобы люди не заканчивали свою жизнь самоубийством. Видите, как продумано? Чтобы и с этой стороны люди не падали, и с этой стороны, чтобы никто под машину случайно не бросился. Очень продуманно все сделано. Друзья, сегодня мы решили пойти в Луна-парк с детьми, покататься на разных аттракционах. И пока идем в Луна-парк, увидели, как японцы занимаются йогой. Я тоже хожу на йогу. Занимаюсь йогой два раза в неделю. Так сказать, мои коллеги тоже занимаются йогой. Только в Японии. Такая красивая природа, так спокойно, хорошо. Люди сидят в парке на травке и занимаются йогой. Но, в принципе, точно так же, как и в Любляне. В Любляне тоже в главном парке, в Тиволе, можно увидеть людей, которые занимаются йогой. По пути встречаем храм. Вот такой вот интересный, аутентичный храм. Правда, стоит знак, что туда сейчас подходить нельзя. И, судя по рекламе, насколько я понимаю, здесь, в этом храме, проводятся венчания. И также, посмотрите, здесь проводят крещение. Ну, я не знаю, как это по-японски будет, но, видимо, здесь тоже принято новорожденных каким-то образом благословлять. На подходе к самому парку аттракционов мы уже слышим визги детей. Значит, мы идем в правильном направлении. А еще прямо около самого парка аттракционов мы встречаем вот такой вот красивый природный заповедник. Не можем пройти мимо. Решили спуститься вот по этим ступенечкам. Обратите внимание, что у японцев везде указатели. Указатель нам подсказывает, что нужно идти направо. Очень красивый парк. Сергей, вы не туда пошли. Указатель нам показывает, что нужно идти вот в ту сторону. Вот так вот начинаем движение с этой стороны. Если пройти через этот туннель, то окажешься в парке аттракционов. Но мы пока пойдем посмотрим сам парк. Здесь очень красивые деревья, необыкновенные формы и красоты сосны. В Словении таких сосен я ни разу не встречала. Это сразу ассоциация с Японией, когда видишь вот такой формы деревья. Друзья, мне не совсем легко вести репортаж, потому что я снимаю сразу и для Инстаграма, и для Ютуба. Для Инстаграма мне приходится снимать на телефон, а для Ютуба мне приходится доставать камеру. Но надеюсь, что я ничего не пропущу. Вот эти вот розовые кусты, они меня просто покорили. Невероятной красоты и цвета. Пчеле тоже нравится. Смотрите, какая беседка. В японском, конечно же, стиле. Очень уютно. Все из натурального дерева. И, как всегда, обязательно везде есть инструкция. На японском, конечно же, языке, без дублирования на английский. Дорожка из камня, я бы даже сказала, тропинка. И она ведет на остров. И вот так вот идешь по камушкам через маленький пруд. В воздухе летает пыльца, которую я не ощущаю своим носом, но вижу, как она оседает на экран камеры. Наверное, аллергикам здесь будет непросто. Без таблеток против аллергии не обойтись. И вот здесь вот какой-то священный монумент. Перевела эту табличку. И здесь просто написано, ни в коем случае не кормите животных. Особенно кошек. Потому что здесь много кошек. Или если вы оставляете еду кошкам, они здесь постоянно размножаются. и наносят вред природе. Ну, разве не волшебно? Вот так вот здесь красиво. Покажу вам еще раз эту тропинку. Решила глицинию снять одновременно двумя камерами. Посмотрите, какая она здесь необычная. Обивает деревянную беседку. И как это необычно и красиво смотрится. Посмотрите, какая огромная ворона. Сидит, что-то там ест. Такой семейный парк. Люди здесь гуляют с детьми. Сегодня, тем более суббота, все пришли целыми семьями. Погуляли немного по парку. И сейчас идем в парк аттракционов. Пройдем по этому туннелю. Ой, прям вижу, как пыльца вбитает в воздухе. Какие-то развлечения. А, и смотрите, еще один предупреждающий знак, что детям нельзя ползать вот по этим камням. Везде встречаем какие-то указатели. Непонятно. Куни-чува. Сразу встречаем какое-то шоу. Немножечко его посмотрим. Что здесь такое? Фокусники. Сейчас будет какое-то волшебство. Музыка мне нравится, кстати. По-моему, чувак нас просто дурит. Ну что, пойдем посмотрим, что, где здесь можно покататься, на чем. Ни один сотрудник парка аттракционов не знает ни одного слова по-английски. Хорошо, есть гугл-переводчик, но было невероятно сложно. Спасибо, конечно, им, что они не теряли терпения и каким-то образом, с жестом смогли мне объяснить и помочь, куда опускать деньги. Мне еще пришлось небольшую анкету заполнить. Но в итоге вот они, билеты, у меня на руках. Сейчас пойдем кататься. Кстати, очень интересно, когда я заполняла журнал, мне дали такую тетрадь толстую. Там каждый человек, кто покупает безлимитные билеты, должен написать свои данные. В журнале я единственная, кто писал латиницей. Остальные гости все оставляли заметки, свои данные писали иероглифами. Хочу вам сказать, что этот парк рассчитан только на детей младшего возраста. И, наверное, Сергей, он здесь самый взрослый. В основном здесь маленькие дети. На английский еще ни разу никто не пришел. Все очень доброжелательные. Я сама аттракционы вообще не люблю. Пришла сюда только ради детей. Ну и ради репортажа, чтобы показать вам. Вот в таких вот малюсеньких машинках продают еду. Вот здесь что-то мясное. По крайней мере, здесь написано английскими словами. Донор кебаб. Можно понять. А вот здесь, скорее всего, какие-то сладости. Но ничего не понятно. И вот так вот купишь, а окажется, что есть невозможно, потому что мы не привыкли к такой еде. А еще вот интересно здесь кафе. Видите, как на островке можно к нему перейти? Вот по такому пешеходному переходу. И вот так вот там уютно. Мы купили безлимитные билеты, и поэтому будем кататься на всем. Сергею, конечно, здесь немного скучновато, но раз уже за все заплачено, лучше покататься, чем просто стоять. Всего лишь один кружочек. Очень быстро. По-моему, мы нашли самый крутой аттракцион в этом парке. Здесь самая большая очередь. Хоть она и самая большая, но она все-таки маленькая. Американские горки. Мне было бы страшно. Ну что, наблюдаем за самым экстремальным аттракционом. Страшно? Интересно, что здесь, в Японии, в городе Майбаши, не встретила я ни одного русскоговорящего человека. Сейчас, куда бы вы ни поехали, по всему миру очень много людей, которые говорят по-русски. Но в Японии русская речь не слышна. И обычно, когда русскоговорящие друг друга встречают за границей, они между собой не общаются. Но вот сейчас в Японии я себя поймала на мысли, что если бы я здесь услышала родную речь, я была бы очень рада пообщаться. В Японии действительно чувствуешь себя, как будто бы на другой планете. Вот такой вот короткий аттракцион. Сдавайтесь, если вы выйдете через выход, игра окончена. Короче, если вдруг не поймёте, то это выходите через выход, игра окончена. Вот. Экзит. Очень доброжелательный персонал в этом парке. Да и вообще везде в Японии пытаются тебе помочь всяческими путями. Пытаются объяснить тебе жестами, пытаются объяснить тебе через телефон, пытаются объяснить тебе рисунком. Вон, я вижу, дети бегают сверху. Они там ходят и не могут найти выход. Я их увидела несколько раз на одном и том же месте сверху. Крикнула им, почему они постоянно возвращаются. Они ответили, что потому что они не могут найти выхода. Я спросила, нужна ли им помощь. От помощи они отказались. Сергей прошёл на минуту раньше, чем Александр. Саша, покажи, какую тебе там штампильку поставили. А чё случилось? Покажи, Сергей. Ух ты! Александр у нас разозлился. Он хотел проходить красный, самый тяжёлый квест. И отказался в итоге кататься. Женщина, короче, залезла на лошадку. Ей сделали замечание. Она думала, что она может тоже на лошадке кататься. Но оказывается, она должна стоять рядом со своим ребёнком. Так что, видите, японцы тоже иногда нарушают правила. Короче, наш Александр разочаровался и не поехал на лошадках. Но Сергей решил покататься тогда один. Сергей, привет! Привет! Как тебе? Не очень. Но зато очень красиво выходит на камере. Заказали мы один завёрнутый кебаб. Здесь написано 700, но на самом деле это без налогов. А вот вторая цена правильная. 800 йен. Ну, наверное, это где-то примерно 8 евро. Меня спросили, острый или не острый. И очень интересно, что деньги, деньги никогда не даёшь в руки. Кладёшь в коробочку и с коробочкой передаёшь. И сдачу тебе тоже дают в коробочке. И вот так вот при тебе готовят этот кебаб. Точно так же, как в Словении. А, отлично. Ага. Аликатоо. Вот так вот выглядит этот кебаб. На самом деле на улице очень жарко. Примерно 30 градусов жары. И совершенно не хочется есть. Там есть мясо? Да. Острое, не острое? Отличается от того, что продают в Словении? Соус другой. Хочется купить сока, попить. Напитки все незнакомые. Лимон. Попробую лимонный накупить. Очень вкусный оказался лимонад. Лимонный газированный напиток. Удобно, что в парке везде есть фонтанчики. И можно всегда подойти и помыть ручки. Или просто попить воды. Можно свою бутылку набрать воды. И просто не тратить деньги, покупая воду в парке. Интересная будка человека, который за этим, за всем присматривает. Он работает в маске. И у него белые перчатки. И чтобы ему не было жарко, внутри будки белые занавески. Мне кажется, точно такие же будки были у нас в советские времена. Очень мне нравится японская мода. Как они одевают детей. Как они сами одеваются. На самом деле, очень необычно. Два близнеца. И у них разные кроссовки по цвету. То есть у одного близнеца один ботинок коричневый, другой фиолетовый. И у второго близнеца также. Люди здесь абсолютно свободные. Свободные в своем выборе. И свободные от всяких предрассудков. Да, и хочу обратить ваше внимание, что японские дети ведут себя очень тихо, спокойно. И не закатывают истерик. А я не японский. Да, ты не японский. Ты любишь у нас иногда закатить, да? А ты это же знаешь? Да. Нет. Особенно мне нравится, как наряжают девочек. Очень милые. Ну-ка, испугаются, не испугаются? Зависли мы здесь на целый день. Даже мне понравилось. Ну что, еще решили прокатиться на паровозе. Знаете, на что я здесь обратила внимание? На то, что на улице 30 градусов тепла и светит солнце, ни один японец не носит солнечные очки. Я единственная, кто ходит здесь по парку в солнечных очках. И вообще единственная иностранка. Я так понимаю, что все повторяют состав, суши, количество. Дети повторяют состав, суши, креветки, васаби, рис. Мои тоже внимательно слушают. Классно, они здесь, конечно, детей веселят. Нашли огромный храм. В городе Майбаши есть вот такой вот крутой храм. Ну, посмотрите. Люди туда заходят, а разуваются вот здесь. Вот здесь они оставляют свою обувь. И дальше идут. Друзья, я как будто бы оказалась в мультике Миядзаки. Посмотрите, как здесь круто. Ничего себе. Развулась и зашла. Здесь есть какие-то штампельки, которые можно поставить. Сейчас тоже подойдем и поставим штамп на память, что мы были в этом месте. Берем вот эту брошюру, открываем и ставим три штампа. Вот эти иероглифы что-то обозначают. Ставлю. И вот этот вот сюда. Надеюсь, что я все правильно сделала. Вот так вот у меня получилось. Сергей, ты как будто охранник уселся здесь и сидит. Тебя за местного примут. Смотрите, какой красивый храм. Такие интересные девушки. Покажу вам немножко японских девушек. В Японии очень удобно. В любом парке, в любом общественном месте есть бесплатные туалеты. И повсюду есть автоматы с питьевой водой. Все-таки здесь жарко, и люди часто хотят пить и писать. И все предусмотрено. Туалеты очень чистые и бесплатные. Самый центр Майбаши. Смотрите, такие величественные огромные здания. Наверняка здесь заседает правительство. Где-то здесь заседает администрация Майбаши. Ну, видимо, это место считается крутым. Человек поставил свой мотоцикл, свою Хонду. И на фоне вот этого здания фотографирует свою старенькую Хонду. Прикольно. Хочется добавить, что на улицах нигде не видно полицейских. Видно, что здесь правительственные здания. Но никто их почему-то не охраняет. Ну, по крайней мере, с улицы этого не заметно. Хотя здесь 330 тысяч жителей, но вот как-то масштабы несопоставимо больше, чем в Любляне. В Любляне у нас все такое крошечное, маленькое. Нет таких огромных помпезных зданий. Обратите внимание, что везде по всему городу на тротуарах есть разметка для слепых людей или слабовидящих. И посмотрите, как резко заканчивается вот этот вот помпезный район. Не успел он закончиться, как сразу же начались маленькие скромненькие домики. Такие маленькие сраюшки. В некоторых даже вот сложно представить, что там могут жить люди. Локации, конечно, не у всех идеальные. Так вот люди живут в своих каких-то крошечных-крошечных домиках. И их домики еще стоят прям вплотную к дороге. И домики все такие разные, не похожи друг на друга. Друзья, мы сейчас едем в настоящий суши-ресторан. Поедим настоящих японских суши. Мне кажется, суши-рестораны в России или в Словении или где-нибудь в Европе должны отличаться от суши-ресторана в самой Японии. Здесь будем сидеть нормально. А, мы приехали в такой ресторан, где едет такая платформа, и по ней едут суши. Оказалось, что мы пришли не в тот ресторан. И сейчас ночью по каким-то полям ходим и ищем свой ресторан. Такой вход в суши-ресторан. Ничего себе, у меня слов нету. Как красиво все оформлено. Как будто в сказку попали. Как интересно. Вот такой вот вход. Здесь такие свечи. А, травы. И они на огне подогреваются. И очень вкусно пахнет. Ага, японская. В этом ресторане мы единственные клиенты. Вау. Класс. Суичи. Туна? Туна, да. Туна, да. Ага. Смотрите. Так вот делают японские суши. Повы сейчас нам нарежут свежий тунец. Настоящий васаби. Мбель. Прикалываются, что я снимаю для ютуба. И что они станут звездами ютуба. Тайкон. Белая японская редька. Еще какой-то листик сверху. Я пью биски с колой. Сейчас натирают васаби. Даже специально мне пододвинули, чтобы я посмотрела. В Словении или в России это все не настоящее. Это просто горчица. Здесь при тебе натирают настоящее васаби и кладут на тарелочку. Вот так вот выглядят настоящие сашими. А дети едят суши. Покажи. А вот так выглядят настоящие суши. Еще нам дали кальмаров. Вот так вот они аппетитно выглядят. И посмотрите, суши нам сделали из русской икры. Икру и йод закупают в России. И нам показали, там на коробочке сбоку написано, что мада ин Руссия. Наш повар с 18 лет делает суши. Смотрите, еще сделали суши со свежим кальмаром. Детям понравился пирог из яйца. Шеф-повар сегодня для нас готовит какое-то специальное блюдо. Так нам сказали. Видите, какие нам ракушки принесли. Еще живые. Ничего себе. Сейчас нам будут и из них тоже делать суши или сашими. Сейчас мы их есть будем. Есть? Ты чего? Прям живых креветок. Вы видели такое? О, боже мой. О, боже мой. Ничего себе. Ну, это вообще какое-то живодерство. В них еще палки втыкают. Прям у тебя на глазах. Ммм, очень вкусно. Так готовят суши из красного моллюска. Смотрите, нужно обязательно прихлопнуть еще сверху. Так вот выглядит это суши. Мы общаемся с помощью гугла. Это моллюск по имени Айаги. Супер. Ориготва. Не, не Руссия. А, ааа. Не, не Руссия. Этого моллюска поймали недалеко от России. Суши с моллюсками невероятно вкусно. Нам еще принесли жареного угря. Выглядит очень аппетитно. Как вы думаете, из чего сделан этот суши? Его достали из этой ракушки. Это морской гребешок. И сразу же мастер удобно очень моет сразу руки. Чистота, как в лаборатории. Этот моллюск вот из этой ракушки. Гугл-приводчик пишет, что это особый какой-то куриный моллюск. Таким образом разбивают моллюски. И сразу же мастер удобно очень моет. Нам принесли арбуз. Свежий арбуз. Но он немножко кисло-соленый. И нам сказали, что это обычное дело. Вот такие арбузы подают в Японии. Он очень сочный. Капельку с какой-то кислинкой, что ли. Или немножко соленой. Все, короче, надо мной смеются. Обещаю сделать репортаж и отметить их ресторан. Он называется «Так оно». Вот здесь вот видно, как он пишется. Все надо мной очень сильно смеялись, потому что я не понимала, с какой стороны читать иероглифы. И еще сейчас объясняет. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. И если будете в Мэйбаши, то обязательно приходите в этот ресторан. Было нереально вкусно в этом ресторане. И сейчас мы уходим. И даже очень жалко, что, возможно, мы никогда больше сюда не вернемся. И благодарим нашего повара. Спасибо.